Всем привет! Это видео о том, что такое игровой режим Windows 10, как его включить или отключить, а также как с его помощью поднять FPS. В Windows 10 и встроенный режим игры или Game Mode, который позволяет получить оптимальные возможности для игр в Windows 10. В этом режиме игры получают максимальный приоритет на компьютере для обеспечения максимально возможного высокого качества и производительности, в том числе поднятия FPS, за счет переостановки фоновых процессов во время игры. Друзья, вы еще не подписались на этот канал? Это же видеоухолка – канал компьютерных вопросов и ответов. Самые полезные уроки для всех возрастов. Операционная система, безопасность, сайты и интернет. Хотите получить компьютерную помощь? Подписывайтесь. Ссылка в описании. В некоторых играх этот режим может включаться автоматически. Но прежде чем включить его для конкретной игры, убедитесь, что он активирован в системе. Для этого зайдите в Параметры – Игры – Режим игры. Убедитесь, что переключатель функции «Использовать режим игры» переведен в состояние «Включен». В версии Windows 10 Fall Creators Update такого переключателя не будет. Вы только увидите информацию о том, поддерживается ли режим игры на данном ПК. После этого перейдите в раздел «Меню игры» и посмотрите сочетание клавиш для открытия меню игры ниже. По умолчанию это Windows Plus G. Также его здесь можно изменить. С помощью данного сочетания клавиш вы сможете запустить меню настройки игрового режима из самой игры. Видео о горячих сочетаниях клавиш Windows уже есть на нашем канале. Смотрите по ссылке в описании. После этого запустите игру и откройте меню игрового режима, нажав сочетание клавиш Windows Plus G или то, которое установлено у вас. Меню игры откроется поверх самой игры. В меню игры откройте настройки в виде значка «Шестеренки» и отметьте пункт «Используйте для этой игры игровой режим». В некоторых играх после открытия игровой панели мышь не работает. То есть нельзя с помощью мыши нажать по кнопке игрового режима или зайти в настройки. В этом случае используйте стрелки на клавиатуре для перемещения по пунктам игровой панели и Enter для их включения или выключения. Закройте настройки. Выйдите из игры и снова запустите её. Готово! Игровой режим Windows 10 для данной игры включён. И в будущем она всегда будет запускаться с включенным игровым режимом, пока вы не выключи его тем же способом. Но имейте в виду, что для компьютеров с хорошими аппаратными характеристиками, дискретной видеокартой и небольшим количеством фоновых процессов, прирост FPS будет незначительным. Работа данного режима будет более ощутима на компьютерах с интегрированной видеокартой и скромными характеристиками. Также значительный прирост может быть заметен в системах, где всегда запущено много фоновых процессов. Однако более правильным решением в данном случае будет избавиться от ненужных постоянно работающих программ и оптимизировать работу операционной системы в принципе. Видео о том, как проверить и увеличить производительность компьютера и что делать, если он тормозит, как уже есть на нашем канале. Ссылки оставлю в описании. Также имейте в виду, что если у вас во время игры будут запущены какие-то нужные вам процессы, то они могут быть также остановлены игровым режимом. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удалённым администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям.